Съели более 100 килограммов блинов. Весело с размахом и даже с рекордами в этом году отметили масленицу в горках ленинских. Программа семейных гуляний обширнейшая. Здесь и конкурсы, и хороводы, и старинные русские забавы. И все это в атмосферных декорациях. Сегодня здесь интерактивные площадки, ярмарка. Мы переносимся, ну даже судя по моему костюму, мы переносимся все на сто с лишним лет назад в такой губернский русский город начала 20 века. Нам такую возможность дает наш киногородок, наш кинокластер в горках. И сегодня здесь все посвящено таким традиционным масленичным гуляниям. И дети, и взрослые приняли участие в различных конкурсах. Соревновались в перетягивании каната, поднятии гири, распиливании бревна и, конечно, лазили на столб. Для местного жителя Егора Митрофана это самая любимая масленичная традиция. Для меня это довольно легко. Человек подготовленный. Неоднократно покорял данный столб. Поэтому победа далась легко, скажем так. А еще можно было поиграть или поучиться ходить на ходулях вместе со скоморохами. Какой у него рост, великан Петрушка нам так и не признался. Это коммерческая тайна. Ну а девушек отбоя нет. Специальными гостями гуляний стал фольклорный коллектив «Звери, птицы, скоморохи». Веселая ватага на стыке народного театра и ярмарки. Так называют себя артисты. И у некоторых из них почему-то нет лиц. Раньше очень часто кукол рисовали без лиц, чтобы злой дух не вселился. Вот, соответственно, она безликая. И традиционно масленица, даже чучела, безликая. Масленичные гуляния в этом году побили рекорд по посещаемости. Гостями праздника стали почти 5000 человек. Они приехали не только из соседних муниципалитетов, но и из столицы и даже других городов. Весело. Мы проходили очень много разных конкурсов. Было очень весело. Мне понравилось. И с Мишкой обнимались. Как мы с Мишкой обнимались? Да. Мы обнимались с Мишкой. Он нас вдвоем обнял. И потом своим мешочком побил. Там на богатство, на счастье и на радость. И с ленточками, и блины конкурс сделали. Супер, скоморохи отличные. Нам все очень понравилось. За что любите этот праздник? Символ. Уходит зима, все плохое, все старое. Приходит что-то новое, теплое. Лето, весна, все здорово. В числе рекордов и само чучело-масленица, которое признано самым высоким в России. 15,5 метров. Это выше трехэтажного здания. На его создание ушло почти три недели. 500 метров бруса и 78 метров ткани. Чтобы маслена быстро загорелась, внутри специально установили высокие горбыли и заполнили сеном. Весна идет. Весне дорогу. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.